В среду прошло заседание оперативного штаба по теплу. В совещании приняли участие представители администрации, руководители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ. Обсудили вопросы предоставления плана графика ремонтных работ, возобновления подачи горячего водоснабжения, благоустройства и санитарной очистки города. Далее подробнее. Заседания штаба по прохождению утопительного сезона продолжаются и с наступлением теплого времени года. Руководители управляющих компаний и ТСЖ встречаются за круглым столом с поставщиками коммунальных услуг, представителями муниципальной власти. Вопросов для обсуждения в течение недели набирается немало. На этот раз разговор шел о ремонте инженерных коммуникаций в Фокино и поселке Дунай. Обсуждался на совещании вопрос, волнующий без исключения всех жителей города. Появится ли в квартирах горожан горячая вода этим летом? Информация, предоставленная начальником теплового района Фокино Александра Микелишвили, не вселяет надежды. Похоже, фокинцам до глубокой осени не получится отключить электротитаны. Сегодня мы вообще ничего не можем сказать, кроме холодных. В связи с отключением котельных, ну и проведением мероприятий по замене, по устранению порыва водички. Городские власти пытаются решить возникшую проблему. В адрес директора Примтеплоэнерго будет направлено обращение об отсутствии горячего водоснабжения на территории городского округа. Составлен запрос в прокуратуру по отключению котельных города от электроснабжения. Актуальной на сегодняшний день остается также тема по установке приборов учета в многоквартирных домах. В первую очередь речь идет о муниципальных квартирах, в которых по закону контролирующая техника устанавливается из средств местного бюджета. Между тем, пока жильцам придется делать это за свой счет, с последующим возвратом из расходованных денег. Что у нас с счетчиками? Обещали. С лета начали. Лето настало. Счетчики, ты имеешь в виду, что там было? Муниципальных квартир. А, муниципальных квартир. Электросчетчики, да. За счет жильцов. Других вариантов не будет. Но они потом в сутку, когда обращаются с кем-то. Понял, вопрос отпал. Руководители управляющих компаний высказывали свои претензии к предприятию по обеспечению города теплом. После проведения ремонтных работ работники «Примтеплоэнерго» не выполняют восстанавливающее благоустройство. Дороги остаются не заасфальтированными, придомовые территории грязными. В свое время когда-то меняли водовод по морской. От низа до ветра. И все съезды к домам, к центральной дороге, все съезды. Естественно, были копаны. Засыпались черты, да. А теперь там туда невозможно проехать туда. Вопрос взят на контроль управлением жизнеобеспечения и архитектуры при администрации. Еженедельные заседания штаба позволяют руководству города своевременно и эффективно реагировать на возникающие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, решать насущные вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok